Доброе утро, дорогие друзья! Очередной прописной истиной, которой надо действительность исследовать, является то, что среди тех людей, которые могут вам помочь, есть люди, которые в действительности реально могут изменить ваше положение кардинально к лучшему, если вы воспользуетесь их советом, их помощью, их услугами, и это члены австралийского парламента. В основном, если мы говорим об оказании иммиграционной помощи и поддержки, это, конечно, члены федерального парламента, потому что иммиграционные дела решаются только на федеральном уровне. Дело в том, что очень много вопросов, которые чисто житейские. Это вопросы вашего проживания, вопросы качества вашего обучения, многие другие вопросы, ведь вы же не просто иностранный студент. Вы человек, и эти вопросы, которые многие люди могут использовать против вас, те люди, которые уже имеют гражданство, ведь на жительство Австралии, люди обреченные, облеченные властью, какими-то титулами, эти люди могут использовать какие-то конфликтные ситуации против вас. У нас и члены парламента, это один из элементов нашей, кстати, системы, которая защитит вас, поможет решить ваши вопросы, в том числе и в первую очередь иммиграционные. Когда мы говорим о членах парламента, никогда не забывайте, что они, начиная от местного совета и заканчивая федеральными депутатами, они связаны друг с другом. Это люди на местах, которые вместе работают. Если это, допустим, либористская партия под федеральным мембер парламент, всегда есть несколько членов парламента нашего штата, ну и, естественно, разных канцелов, городских советов, потому что Сидней в реальности, как и большие мегаполисы в Австралии, состоит из некоторых и многих городов, которые объединились в один большой Сидней, но до сих пор это какие-то местные советы. Соответственно, вы видите эти группы людей, которые объединены по партийному принципу, и для вас, как для иммигрантов, я уже неоднократно об этом говорил, либористы являются наиболее, вместе с зелеными, кстати, наиболее близкой партией по этому политическому спектру. Кто из них лучше для Австралии, можно долго и упорно до хрепоты спорить, но интересы Австралии – это интересы Австралии, а ваши интересы – это ваши интересы. И ваши интересы иногда не совпадают с тем, что вообще стратегически кто-то может видеть. Поэтому, да, либористы, да, зеленые, но так как зеленые не являются в реальности правящей партией, являются союзниками либористов, поэтому надо акцентировать внимание на либористских членов парламента и огромная благодарность Сиднее за то, что большая часть или большая часть членов парламента, которые находятся на территории Сиднея – это либористы. Итак, каким образом это делается? Очень просто. Члены парламента отвечают за людей, которые живут в Австралии, живут в их избирательном округе, и, соответственно, они обязаны помогать вам. Обращайтесь к ним. Будут ли они помогать? А вот мы сделали механизм, который заставляет их это делать. Если не будут помогать члены парламента по вашему избирательному округу, помогут другие члены парламента, которым вы запомнились, которым вы или я, или мы, как одна Австралия, помогаем. А наша помощь какая? Мы участвуем в избирательных кампаниях, мы участвуем в выборах, мы ходим в этих маечках, раздаем эти листовки. Мы помогаем тем людям, которые помогают нам. Они помогают нам, потому что мы помогаем им. Это делает их частью нашей системы, как бы это ни казалось странным. Да, потому что у нас есть связи, да, потому что это коннекшнс, которые не отменял никто никогда ни в одной стране, ни в одном обществе. Все зиждется на личных связях, бизнес, деловых, личных. Это не важно, на связях. И мы фактически устанавливаем эти связи. Члены парламента решают вопросы миграционные помимо миграционных агентов, потому что член парламента является Agent Exempt Registration. То есть, если у вас есть член парламента, он фактически играет роль миграционного агента. Сформулируйте задачу, будет депутатский запрос, и этот депутатский запрос будет отвечен в срок и абсолютно правильно из секретариата департамента, в данном случае HomeFS, миграционного департамента. Все просто, понятно, и заметьте, это бесплатно. Но вам не будет оказана эта помощь, если у вас есть миграционный агент по какому-то делу. Вы хотите привезти свою маму. Вы живете в Фиднее. Например, в Марубре. Если вы хотите привезти свою маму, вы решили нанять миграционного агента. Можете как угодно их называть. Юристами, адвокатами, консультантами. Это просто агенты Мара. Не более того. Не надо там им приписывать особые регалии, которые они пытаются облачиться. Они миграционные агенты. А значит, у вас есть миграционная поддержка. А значит, вы не можете обращаться к члену парламента. Круп донкнулся. Зачем вам это надо? Подумайте. Поэтому, дорогие друзья, помощь миграционных агентов – это неплохо. Во-первых, когда они в действительности очень хотят вам помочь. Когда они квалифицированы. Когда, короче говоря, во всех этих случаях, если все это сложить, то в сумме они не могут перевесить, да, в общем-то, не по одному показателю помощь хороших друзей, хороших знакомых плюс членов парламента. Ну, а выводы делайте сами. Спасибо.